По данным портала Яндекс Утро, Владивосток сковала пробкой интенсивностью в 10 баллов. То есть по шкале Яндекса это максимальное значение. Это когда стоит весь город и пешком идти быстрее. Причина транспортного коллапса – сложные метеоусловия и большое количество транспорта на дорогах. Из-за снежного наката и наледи традиционно самыми опасными участками стали спуски и подъемы. ДТП сотрудники полиции зафиксировали практически во всех районах города. Но чаще всего аварии происходили на улицах капитана Шефнера, Убаревича, Суханова, Первой морской и в районе Фуникулера. Всего в дежурную часть города Владивостока с 8 часов утра поступило 32 вызова для оформления дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших данных ДТП нет. В основном это столкновение, либо это несоблюдение дистанции, либо бокового интервала. По сообщению ГИБДД из-за погодных условий и количества ДТП ограничено движение по улице капитана Шефнера. Перекрыта трасса седанка Патрокол. Закрыт въезд больших грузов на территорию города до стабилизации дорожной обстановки. Тем временем жители города в интернете активно раздают друг другу советы. Просто если ты не уверен, нужно медленно и аккуратно ехать, держа дистанцию. Это не сложно. Такси вам в помощь, да транспорт общественный. Меньше машин, меньше пробок, меньше аварий. Вот и все. Да дома надо сидеть в такую погоду. Я вот дома в тепле. Какие дела, все на завтра. Не горит. Моя хондочка чистая, целая, в теплом паркинге стоит. Основная работа по снегоуборке будет проводиться в ночное время. Ну, после окончания снегопада. Будут тракторосчетки с отвалами и другая специализированная техника. Госавтоинспекция рекомендует водителям быть крайне внимательными и аккуратными. Избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. И не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать коммунальным службам проводить расчистку дорог. Алина Черненко, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.